Уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение в Казань, большое спасибо администрации президента Республики Татарстан. Я считаю, что эта инициатива по организации лекционной работы в Казани заслуживает самых высоких слов одобрения. Редко какие регионы организуют такого рода программы, поэтому опыт Татарстана, опыт администрации президента Республики Татарстан здесь можно всячески приветствовать. Мы уже немного поговорили с организаторами, что возможно продумаем, и в том числе я готов оказать свое содействие с тем, чтобы такого рода визиты представителей политологии, социологии, истории международных отношений из других регионов Российской Федерации в Казань продолжались бы и дальше. Одним словом, большое спасибо за приглашение, спасибо за эту интересную программу и возможность в ней участвовать. И перед тем, как перейти непосредственно к теме, я с одной стороны извиняюсь и понимаю, что говорить в аудиторию уважаемых преподавателей общественных наук, профессоров, заведующих кафедрами, в общем-то банальные всем известные вещи по истории становления нашего внешнеполитического курса, может быть, все это слишком амбициозно, но так или иначе, поэтому я ни в коей мере не буду здесь заниматься перечислением положений различных редакций концепции внешней политики России, которая с 1993 года появлялась в разных редакциях, и самая последняя вышла вот в конце 2016 года, собственно, почему эта тема и возникла. Но я постараюсь связать это с практическим осуществлением внешней политики нашими государственными органами, то, как эта концепция реализуется на практике, и вот это, мне кажется, более интересное, и это именно то, что я хотел бы сегодня вам предложить. Но прежде всего я позволю себе два слова сказать об организации, которую я представляю здесь. Это Международный дискуссионный клуб «Валдай», структура, которая существует с 2004 года, цель которой состоит в том, чтобы организовать и объединить вместе наиболее известных, наиболее уважаемых и авторитетных зарубежных экспертов по политике, экономике и истории России, и одновременно постараться вовлечь их в обсуждение нашей повестки дня, наших проблем, нашего видения мира. И поэтому не случайно, практически сразу же после создания «Валдайского клуба» и президент России Владимир Путин и многие другие ведущие руководители страны, они стали регулярно встречаться с экспертами «Валдайского клуба» и обсуждать с ними в доверительном формате, очень часто, особенно в первые годы, это было в закрытом для прессы формате, обсуждать те или иные вопросы взаимоотношения России и мира. Особую значимость этот диалог на Валдайской площадке приобрел после украинского кризиса, по понятным причинам, после воссоединения России и Крыма, когда нарушилось большинство каналов коммуникации между Россией и странами Запада, когда резко были оборваны политические отношения, были введены санкции, соответственно, та площадка, на которой ведущие западные эксперты, которые влияют на процесс принятия решений по России в своих странах, могли бы спокойно выслушать нашу точку зрения, понять, или, по крайней мере, попытаться понять наши аргументы. Все это сделало валдайские встречи президента России гораздо более интенсивными и востребованными, чем раньше. И, опять-таки, если раньше, ну, если, может быть, вы помните, в первые годы существования Валдайского клуба, когда проходили такого рода встречи зарубежных экспертов с президентом России, там, как правило, всегда был вопрос номер один, который или Николай Злобин задавал, или кто-то еще из западных политологов, дорогой Владимир Владимирович, а будете ли вы, если будете, то когда выдвигаться на следующий президентский срок? Соответственно, вот все опиралось вот в такого рода, как мы понимаем, банальные и смешные вещи. Сейчас же, после 2014 года, валдайский диалог стал, пусть, более жестким, более бескомпромиссным, но, тем не менее, он позволил и руководству России более системно представлять наше видение мира. И не случайно здесь как раз вот я бы хотел объединить разговор о Валдайском клубе с разговором о концепции внешней политики России, поскольку та новая редакция концепции внешней политики, которую Владимир Путин подписал 30 ноября 2016 года, и опубликована она была на следующий день, 1 декабря, она, фактически, основные ее положения были озвучены на заседании Валдайского клуба в Сочи в конце октября 2016 года. Хочу, почему я произношу эти точные даты, поскольку между этими датами, между 27 октября, когда было валдайское выступление Путина, и 30 ноября, когда была опубликована концепция, было 8 ноября, и, соответственно, выборы президента Соединенных Штатов Америки, и неожиданная для многих победа Дональда Трампа. И, соответственно, очень важно тоже подчеркнуть, что Владимир Путин делал свое валдайское выступление за две недели до американских выборов, то есть это еще был дотрамповский период, и здесь из тех вещей, которые оказали серьезное дестабилизирующее или трансформирующее воздействие на западную политическую систему, к этому моменту был только Брекзит, только успех голосования по выходу Великобритании из Европейского Союза. Но, тем не менее, президент на Валдайском клубе сделал очень важный вывод о начале серьезной и долгосрочной внутренней трансформации западного общества, поскольку президент тогда сказал, что та традиционно понимаемая глобализация элит или глобализация для избранных, которая по факту реализуется на Западе, она вступает во все большее противоречие с требованиями глобализации для всех, с протестом гражданских обществ самих западных стран и, соответственно, к нарастающему конфликту между обществом и элитами западных стран. И вот это изменение, которое, по мнению президента, носит долгосрочный и системный характер, которое приведет к, так или иначе, повторю, к внутренней системной трансформации Запада, это вещь достаточно новая, поскольку традиционно, понятно, что мы могли или хвалить Запад в козыревские времена, или ругать его всячески, но так или иначе, Запад стереотипно воспринимался чаще всего как некий монолит, как единая структура, в которой не было своих нюансов, или, если они были, то все несогласные с западным мейнстримом объявлялись маргиналами. Сейчас же и Валдайская речь Путина, и новая редакция концепции внешней политики делают ключевой акцент именно на вот этой внутреннем изменении Запада, на внутренней трансформации западного общества, и что, соответственно, в среднесрочной перспективе может привести к изменению и внешнеполитического курса западных стран. Мы видим это уже на примере первых месяцев Дональда Трампа, хотя понятно, что здесь гротеска и буфонады может быть больше, чем серьезного курса на изменение ситуации, но, тем не менее, та настороженная, а часто очень критичная реакция на Дональда Трампа, которую мы видим и в Европе, и в других регионах мира, она показывает, что эти изменения серьезны, что западные элиты сами воспринимают их очень и очень серьезно. И, собственно, вот ситуация с президентскими выборами во Франции, она напоминала во многом для глобалистских элит ситуацию последнего боя, последнего рубежа, когда ни в коем случае нельзя было допустить поражение Эммануэля Макрона и победы любого, не только Марины Лепен, но любого из его основных противников, поскольку это привело бы к эффекту домино и переносу трампизма на европейскую почву. Соответственно, новая редакция концепции делает акцент вот на этой трансформации Запада, и больше того, в концепции очень четко прописано прямым текстом, может быть, для дипломатического документа до неприличия прямым текстом, безо всяких экивоков, прописано то, что эпоха доминирования Запада заканчивается, и мир вступает совсем в иной период взаимоотношений и борьбы за лидерство и доминирование, поскольку эта утрата доминирования Западом, и здесь тоже я продолжаю цитировать логику концепции, она не приводит к затуханию конфликтов, она не приводит к мирному становлению многополярного общества, многополярной системы международных отношений или чему-то подобному, а больше того, напротив, эта система приводит к формированию жесткой и новой борьбы за лидерство и доминирование в мире, и, соответственно, XXI век объявляется по логике новой концепции веком борьбы за лидерство. И, соответственно, перед Россией ставится очень серьезная задача, на которую нет прямого ответа, какова должна быть стратегия России в этой новой развернувшейся борьбе за лидерство, на кого мы должны опираться или же не опираться ни на кого вообще. Понятно, что не на все вопросы в концепции даны ответы, но, тем не менее, определенная логика рассуждений здесь есть. И в какой-то степени эта логика, она вновь перекликается с выводами и логикой, которая звучала в последних докладах нашего Валдайского клуба, поскольку еще осенью 2014 года, когда прошло примерно полгода с момента украинских и крымских событий, Валдайский клуб разработал новый экспертный доклад, который получил название «Игра без правил» или «Новые правила». И в нем ставился вопрос о том, что все старые принципы функционирования международных отношений по тем или иным причинам, может быть, и мы сами тому виной, но вопрос сейчас не в этом, все эти принципы после украинского кризиса, они уже утрачивают свою универсальность, они уже утрачивают свою действенность, и поэтому мир находится в ситуации вакуума не только правового, но и нормативного в широком смысле слова, то есть политического и политико-морального регулирования. И, соответственно, либо будут сформированы какие-то минимальные новые правила игры, хотя бы в отношении того, что называется по-английски «damage management», то есть управление ущербом, управление степенью ущерба, для того, чтобы минимизировать тот конфликт, который мы видим сейчас между Россией и Западом, либо же ситуация перейдет к полному хаосу. Это один из валдайских докладов, чья логика, в общем, потом тоже была развита в официальном тексте концепции. Другой валдайский доклад – это доклад 1915 года, который получил название «Война и мир», но не потому, что мы возомнили себя новыми львами толстыми, и там этот доклад фактически – это тезис, это не четыре тома, как у графа Толстого, это 12 страничек текста. Но, так или иначе, в этом докладе был поставлен вопрос о возможностях и перспективах войны в 21 веке, поскольку, опять же, и развитие технологий, и забывание памяти о Холодной войне, в том числе забывание очень специфической, но существовавшей этики Холодной войны, я такой термин себе позволю употребить, оно приводит к тому, что страхи перед ядерным оружием, страхи перед тем, чтобы нажать на кнопку, они все больше уходят в прошлое. И новое поколение политиков и на Западе, и в других странах относится к возможности ядерного сценария гораздо более спокойно, чем это было раньше. Прежде всего потому, что в Америке начались еще с 90-х годов серьезные работы по тому, чтобы при любом сценарии избежать ситуации гарантированного взаимного уничтожения в ядерной войне, разработать меры противоракетной обороны, которые особенно эффективны против ответного удара. То есть если первым ударяет Америка, второй отвечает Россия, то второй ослабленный удар России очень легко сбить, не очень легко, но допустимо сбить основной массив залпа этими противоракетными системами. Все это приводит к тому, что ядерный сценарий становится все более реальным и, к сожалению, вполне его возможно прогнозировать для тех или иных конфликтов. Сейчас, допустим, когда в развитии этих идей, когда Дональд Трамп заявил об усилении давления на КНДР, на Северную Корею, то, опять же, в ряде дискуссий в нашем валдайском формате ряд известных американских военных экспертов прямо говорили о том, что администрация Трампа не исключает того, что они называют единичное применение ядерного оружия или со стороны Северной Кореи, когда Ким Чен Ина загонят в угол, или же в каких-то иных форматах. И это единичное применение ядерного оружия, пусть если даже северокорейцы подкатят некую монстрообразную установку на границу и взорвут ее, все равно Сеул, понятно, накроет, но даже такое единичное применение, оно способно сломать табу на дальнейшее боевое применение ядерного оружия. Тогда уже американцы будут не первыми, кто применит его после Хиросимы, а вторыми. Или другие страны, не будем тыкать пальцем, конкретно в американцев, те, кто захотят применить ядерное оружие, уже не будут психологически сдержаны в этом отношении. Таким образом, война 21 века, это не только хакеры, кибервойны, дроны, беспилотники и прочие вещи, но это, тем не менее, к сожалению, возрождение реальности ядерного конфликта. Вот об этом был Валдайский доклад, и эти опасения они тоже получили свое развитие в военных разделах концепции. И, наконец, последний доклад Валдайского клуба, опубликованный полностью в начале этого 17-го года, то есть уже после победы Трампа, он получил название «Глобальный бунт и глобальный порядок» в современном мире. И здесь как раз анализируется вот тот внутренний протест в западном обществе против сложившегося истеблишмента, о котором я говорил. Одновременно здесь же анализируются перспективы и возможность для усиления незападных альтернатив, будь то арабские, китайские, латиноамериканские, любые иные альтернативы западному неолиберальному мейнстриму в экономике и политэкономии. И одновременно ставился вопрос о том, что мы назвали трампизм как идеология. Просто оттолкнувшись от имени Дональда Трампа, поскольку понятно, что система его взглядов, говоря старым добрым марксистским языком, в лучшем случае эклектична и отнюдь не является собой некой стройной системой. Кроме того, он постоянно в зависимости от ситуации меняет свою точку зрения на то или другое. Но трампизм как термин для того, чтобы зафиксировать новые ценностные постулаты, которые как раз и представляют эту растущую, пусть не в краткосрочном, но в среднесрочном периоде, внутри западную альтернативу. Это ценности производящей экономики, это ценности защиты собственного рынка сбыта и собственного рынка труда, то есть протекционизм в хорошем смысле слова. Это ценности суверенитета, это ценности сохранения исторических корней национальной идентичности и так дальше. То есть этот термин трампизм очень, мы понимаем, что он очень условен, что он гораздо шире Трампа, но тем не менее мы сочли возможным его у вас использовать, чтобы показать, чтобы дать некий лейбл, некое имя вот этой новой альтернативе. И, соответственно, трансформация Запада, ослабление доминирования Запада и век борьбы, которая может вылиться в очень серьезные, в том числе военные формы, он, повторю, ставит перед Россией вопрос о том, как нам нужно выстраивать свою внешнеполитическую линию дальше. И здесь в концепции в ее новом варианте есть несколько ключевых моментов. Момент первый – это очень четкая фиксация, опять же, если использовать дипломатический язык, то очень смелая фиксация абсолютного приоритета российско-китайских отношений. У нас принято говорить о традиционном антиамериканизме советского и потом российского общественного мнения и об антизападной позиции. Но согласимся, что антикитаизм нашего общественного мнения не менее силен, чем антиамериканизм, если не больше. И поэтому мы видим, что еще с ельцинских времен все разговоры о необходимости, объективной необходимости усиления диалога России и Китая наталкивались либо на саркастическую иронию, либо на страхи. Но сейчас в послекрымском мире в концепции нет этого термина, но я его позволю себе использовать, в послекрымском мире Россия не остается ничего другого, кроме сотрудничества с Китаем. Китай оказался единственной крупной державой за пределами Евразийского экономического союза, который не отвернулся от России после Крыма, который поддержал нас политически, который не стал вводить санкции и иных ограничительных мер, который продвинул различные масштабные экономические проекты, газовые, но не только. Собственно, после Крыма Китай начал открывать для нас свой сельскохозяйственный рынок, чего до этого мы долго не могли добиться. И, соответственно, еще за несколько лет до украинских и крымских событий в Китае был зафиксирован практически официально на уровне международного отдела ЦК Компартии Китая постулат о том, что в будущем, на будущем пути к глобальному лидерству Китая Россия является стратегическим тылом Китая. Соответственно, признание Российско-Китайского Союза, которому, с моей точки зрения, в послекрымском мире нет альтернативы, для нас, для китайцев есть, означает признание того, что мы являемся стратегическим тылом Китая. Звучит это, я понимаю, для многих из нас предельно, я бы даже сказал, эстетически отвратительно. Согласимся с этим. Но, опять же, иных вариантов нет. Китайцы показали в течение всех послесоветских двух с лишним десятилетий, что они способны держать слово, что они способны быть предсказуемым и долгосрочным партнером. И поэтому, мне кажется, чем раньше наше общество избавится от Китая фобии, ему присущи, тем проще нам будет выстраивать российско-китайский стратегический диалог. В концепции, понятно, это написано не так провокационно жестко, как я это говорю, но, тем не менее, для дипломатического языка тоже достаточно смены. И, соответственно, помимо политической поддержки, помимо двусторонних проектов, которые связывают Россию и Китай, Китай становится для нас еще очень важным стимулом, драйвером, триггером, как угодно его назовите, любой английский термин используйте, на пути продвижения проектов евразийской интеграции. Потому что одним из, давайте вспомним весну и лето 2014 года, сразу после Крыма, одним из ответов на западные санкции стала как раз интенсификация диалога Путина с руководством Китая, а вторым ответом стала резкая, предельно резкая интенсификация евразийской интеграции. Собственно, тогда и были приняты решения об ускоренной трансформации таможенного союза в полноценный евразийский экономический союз, в котором были заявлены четыре свободы передвижения людей, товаров, услуг и капиталов как среднесрочная цель создания союза. И Евразийский экономический союз начал развиваться по ускоренной интеграционной модели. Опять же, мы все сразу увидели не только плюсы этого, но и минусы. пресловутая белорусская семга лишь наиболее яркий тому пример, или там реэкспорт текстиля и обуви через Киргизстан из Китая в Россию, или ряд других примеров, они в общем-то у многих на слуху, но тем не менее признание того, что именно интеграция, а это означает отказ от наших государственных полномочий в значимых, а может быть ключевых секторах экономики, будет все больше и больше возрастать и опять же, наверное, этому нет альтернатив. Насколько хотя бы символически, мы хотим показать, что Россия по-прежнему является центром притяжения для бывших постсоветских стран и поэтому интеграционный процесс вряд ли будет остановлен. Соответственно, в концепции внешней политики уделяется очень большое значение развитию Евразийского экономического союза. Это также один из ключевых приоритетов наряду с отношениями России и Китая. И одновременно и в концепции и уже после нее Владимир Путин заявил о новом проекте, о новой идее, может быть, она еще пока, наверное, не приобрела характер проекта, но то, что получило название либо Большая Евразия, либо более скромным языком всеоблемлющее евразийское партнерство, это то, что фактически весь евразийский континент, по крайней мере, от Турции до Южной Кореи, планируется трансформировать в некую сеть уже существующих региональных объединений, таких, как наш Евразийский союз, таких, как ОСИАН, допустим, Юго-Восточной Азии, ряд других, с тем, чтобы пространство экономического, инфраструктурного и социально-культурного сотрудничества развивалось бы на всем Большом Евразийском материке. Эта идея, она, в общем-то, вырастает из евразийского партнерства, и она получила тоже особое приоритетное звучание в последних недавних выступлениях президента. и здесь, замыкая круг, понятно, что нам хотелось бы говорить, когда мы говорим о Большой Евразии, чтобы и Вьетнам, и Камбоджа, и Индонезия, и Южная Корея, и Турция вступили бы в Евразийский экономический союз, а еще лучше в союзное государство России и Белоруссии, да. Но реальность такова, что ключевым звеном, ключевым центром для общеконтинентального объединения будет, наверное, все-таки не Россия, хотя это объединение, повторю, нам выгодно, а будет Китай, и именно поэтому Россия в последние три недели активно и однозначно поддержала китайскую инициативу «Один пояс, один путь», то есть возрождение сухопутного пояса Великого Шелкового пути и возрождение тоже идущих со средних веков морских перевозок Китая времен ранней династии Мин. Владимир Путин ездил на специальный саммит пояса и пути в Китай в начале мая и со стороны России этому проекту была дана самая определенная поддержка. И здесь возникает вопрос зачем он нам нужен поскольку опять-таки этот проект да, зафиксирует китайское лидерство и да, зафиксирует наше стратегическое но тыловое положение по отношению к Китаю. Но, во-первых, основной магистральный маршрут этого нового шелкового пути он идет через Китая по территории Казахстана и входит на территорию Российской Федерации на ее магистральном направлении в Оренбургской области по линии Актьюбинск-Оренбург. Соответственно, я несколько раз за последние месяцы был на конференциях и вот с подобными лекциями в Оренбургской области. Собственно, с профессором Большаковым мы в Оренбурге познакомились, из чего потом возникла идея приглашения в Казань. И Оренбургская область просто счастлива, поскольку она становится главными воротами всего китайского и Большого Евразийского потока в Европу. И там уже сейчас налаживается огромное количество проектов, очень креативно в хорошем смысле слова они к этому подходят, для того, чтобы использовать эти новые открывающиеся возможности. Но понятно, что одним Оренбургом все не закончится и этот большой евразийский поток пойдет дальше по территории России в Европу. И следующими после Оренбурга будут как раз регионы по Волжье и здесь и Татарстан и другие регионы Приволжского федерального округа мне кажется смогут только выиграть от этих проектов. Таким образом вот суммирую третья идея новая фиксирует возможную новую долгосрочную стратегию в концепции внешней политики это всеобъемлющее евразийское партнерство. И лишь исходя из этих основных трех положений Россия во-первых продолжает логику выстраивания глобальных альтернатив Западу о чем мы о чем я говорил раньше и в том числе в формате БРИКС объединение с Бразилией Индией Китаем и Южной Африкой и в ряде других форматах. Соответственно будущее России по новой концепции в контексте вот этой глобальной борьбы за лидерство оно так или иначе связано с большими и малыми евразийскими проектами и партнерством с Китаем. Отношение же России с западным миром хотя здесь концепция использует все нюансы дипломатического языка для того чтобы подчеркнуть нашу заинтересованность в их восстановлении и улучшении но тем не менее все равно в общем ясна ситуация что несмотря на ситуативные улучшения опять же в послекрымском мире российско-западные отношения обречены в лучшем случае на стагнацию и больше того как показывает последние последние месяцы ситуации в Соединенных Штатах больше того Россия и российский фактор ну понятно становится некой разменной пешкой в антитрамповской кампании абсолютно внутри политической внутри самих Соединенных Штатов но больше того фактор России продолжает оставаться и может быть становится даже более сильным чем это было в 2014 году в качестве ключевого раздражителя и ключевого негатива для любого мейнстримного западного политического движения соответственно мы видели то что можно уже назвать термином кисляк гейт по имени посла России в Соединенных Штатах Сергея Кисляка когда контакты с ним генерал-лейтенанта Флинна который был советником Трампа по национальной безопасности первый месяц его президента контакты Джареда Кушна и разъятия Трампа они запустили компанию которая носит ожесточенный характер не только антироссийский но и которая может смести трамповское руководство очень быстро и в случае с Флинном мы видели как это все происходит стоило к Трампу приехать Сергею Лаврову сразу же возник новый скандал что Трамп якобы раскрыл ему секретные сведения соответственно здесь мы к сожалению находимся в ситуации Цукцванга когда что бы мы не делали хорошего или плохого что бы мы не предлагали хорошего и плохого для Америки и для стран Запада в целом все равно это будет перевернуто с ног на голову и будет использовано а против нас и б против тех умеренных сил которые сознательно или хотя бы ситуативно как Трамп пытаются использовать сотрудничество с Россией и это значит что у российско-западных отношений в нынешнем после крымском формате увы нет будущего это может быть тоже звучит эстетически отвратительно для нас так же эстетически отвратительно как то что мы стратегический тыл Китая но тем не менее это данность с которой нам придется жить достаточно долгий период и здесь как раз концепция внешней политики несмотря на все дипломатические кивоки делает очень четкий вывод делает очень четко расстановку приоритетов от запада к востоку и Евразии вот собственно что я хотел сказать естественно если вдруг я считал что ну не студенческую лекцию я читаю что для того чтобы говорить что вот была концепция 93 года Козырева потом она сменилась концепция 97 года Примакова потом нулевой год первая концепция Путина потом восьмой год Медведев потом тринадцатый год новый Путин но вот мне кажется это есть в любом учебнике вы сами это знаете и это не то чего бы вы хотели от меня услышать поэтому я позволил себе говорить не об исторической эволюции этой концепции об ее возможной эволюции в будущем на этом все спасибо аплодисменты Продолжение следует... 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 Продолжение следует...